Всем привет, с вами Гринья и мы продолжаем с вами играть в RimWorld Hardcore SK Modpack. В прошлой серии мы достаточно спокойно развивались, построили там кухонную плиту, начали делать вкусные блюда, сделали одежку для наших поселенцев, а все наши проблемы решал Генерал Мороз, то есть нам даже и пострелять почти не удалось. Что будет в этой серии, как нас порадует Рей на сложности Экстрим, будем посмотреть. Ну и начнем мы пожалуй с того, что уберем вот отсюда все вот эти камушки, потому что они будут мешать обстрелу, за ними будут очень удачно прятаться враги, но все камни нам перенести за раз не удастся, далековато таскать, так что будем этим заниматься, когда у нас будет время. Заморозки у нас давно кончились, а уголь у нас продолжает сжигаться, так что давайте-ка мы уменьшим здесь приоритет и уберем отсюда уголь на другие склады. Для него есть более ценное применение, чем просто сжечь его зазря. И давайте доку немножко расширим комнатку. У Чифа с Грегори есть свои, претендовать они на туалет второй не будут явно, а док бедняга вынужден жить в туалете как раз. Замостим ему там плиточкой полы и у него будет еще вдобавок две двери в помещении, пускай ничего страшного. И в коридорчике перед дверями тоже давайте замостим, чтобы уж везде было примерно одинаково. А к нам очередные диверсанты. Надеюсь этих генерал Мороз не убьет, и они дойдут таки до моей базы. А то вообще непонятно зачем нам стволы нужны. Вторая компашка тоже появилась, это уже ближе. Я думаю эти точно дойдут. Интересно между собой переругаются или нет, но по любасу мяса будет много. Слава богу вроде бы ребятки пошли теперь по нужному направлению, не пытаются ломать стены напрямик. Это уже хоть как-то радует. Так давайте переключимся на подавляющий огонь, потому что они уже тут в ближний бой пошли. Ну а этим капец, потому что пока еще стоимость колонии видимо небольшая, поэтому к нам еще идут с оружием каменного века. Все, с этими мы разобрались. Сейчас должна подвалить вторая компания. Ну что, где они там есть? Ага, вот они. Тоже подвалили и сейчас тоже будут огребать. Но эти уже хитрее, они пошли совсем налево. Так, к нам еще ребятки пришли. Опять у нас тут выяснение отношений на нашей карте. Чем же мы это заслужили-то? Эй, 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 вот упыри, а! То есть они даже не ломятся ко мне, они решили мой склад материалов для ткачского дела уничтожить. Но слава богу решили все-таки они свалить. Склад, конечно, они покоцали, Но могли и сильнее повредить И к нам подваливает третья компания Не, как подвалили, так и отвалили Схватили кого-то там раненого и побежали обратно Давайте всех распустим отдыхать Потому что они хотят спать У них фиговое настроение Ну понятно, проторчали полдня где-то в окопах Пускай отдохнут, а дальше приступим уже с новыми силами К дальнейшему развитию нашей колонии Ага, и к нам еще один товарищ пришел Добежит, не добежит, не знаю А было бы неплохо, чтобы добежал Потому что у него много полезных вещей В навыках есть Но тут уже как получится Потому что голышом-то по такому морозу тяжко, наверное Не, вроде добежал Так, главное сейчас его одеть нормально Чтобы он не сдох от гипотермии уже прямо здесь в здании Все, нормально Правда, она, конечно, пацифист Но из нее получится отличный повар, я думаю И как исследователь Замена доку тоже неплохая получится Давайте расставим ему приоритетики Врача на четверочку Надзирателя на единичку Повара на двоечку Так, давайте ученого Вот так ему, ну, пускай на троечке стоит И чифу снимем повара на четверку Чтобы он так мог готовить, но не занимался этим В первую очередь И вот так вот, совершенно без усилий Мы обзавелись отличным поваром Но теперь этого повара надо Обеспечить нормальным жильем Так, давайте здесь вот сейчас мы расширим помещение И построим ему спальню Но так как у нас повар-пацифист Давайте создадим зону сейчас Чтоб он далеко от базы не убегал И не нарвался там на неприятности Вот, включим в нее всю базу И назначим его нашему пацифисту Все, теперь он будет бегать только здесь И не будет убегать черт знает куда За трупаками для разделки Только у нас тут появились голодные хищники И одновременно с этим пошел стальной дождь Ну, что делать-то? Еды нормальной хочется Давайте продолжим Пойдем, так сказать, между взрывами И будем надеяться, что один из них не попадет нам по башке Так, давайте отстреляем этих товарищей И быстренько перенесем их тела на базу Пока реально не отхватили стальным булыжничком Вот это я понимаю Опасная охота Главное сейчас по-быстрому дострелять Все, достреляли И теперь перенести А, ну покушать тоже чего Сверху падают метеориты А мы тут едим рациончики Иногда просто поражаюсь Смелости наших колонистов в реморде Хватаем и валим отсюда Давай, давай, хватай Все, побежали на базу Прямо под взрывами Нормально Просто получается у нас спасти рядового варга Кругом что-то рвется А мы такие бежим Тащим еду Бегом, бегом Ну, вроде как почти дотащили Так, а ты-то куда пошел? А, все, нормально Все, мы в домике Мы в домике Мы спаслись У нас тут немножко пострадала электропроводка Давайте ее сейчас восстановим Но в остальном вроде как нам повезло И ничего не порушило Хотя дождичек еще это не закончился Так что может быть еще куда-нибудь прилетит Неприятно Но будем надеяться, что нет Никуда ничего не прилетело А мы давайте нашему повару поставим кроватку В его пока еще не расширенную комнату Но сначала поставим кровать А потом уже расширим комнату Сейчас сразу наметим Вот так вот И потом внутреннюю стеночку мы снесем Вот таким вот макаром А теперь дело за Грегоре Он постарался на совесть И вот он закончил наконец-то кроватку Для нашего повара Давайте ее ему назначим Так, теперь у нас все колонисты Обеспечены нормальным жильем И существуют в более-менее комфортных условиях Правда, жрут человечину Так, давайте мы еще тут, наверное Вот, замостим полы И все Касательно жилья все закончено Поставим на очередное исследование Скрытую проводочку Чтобы ее у нас не так сильно перебивало Всякими там метеоритными дождями И прочей фигней Ну и КЗ, говорят, на нее Как бы, ну с ней реже встречается Так что пусть изучают А мы тем временем поставим Еще один ветровичок Потому что с одним-то ветровиком Электричества нам явно не хватит Ни для каких более-менее серьезных нужд Вот так вот И проведем к нему проводочку Но спокойно нам пожить Как обычно никто не дал И к нам приперлась опять толпа И толпа эта нифига не хочет идти Как вот предыдущие Опа! А за ними там расхитители прибежали Короче, веселуха полная Опять за нас разобрались На этот раз уже не генерал Мороз А расхитители Единственное, что расхитители Сейчас останутся рядом с базой И это вот не очень хорошо Придется с ними как-то разбираться Вот они как раз там спят А, не, не спят Они там раненые А, не спят Спали точнее Теперь мы их должны добить по-быстрому Чтоб они потом в самый неподходящий момент Не приперлись к нам на базу И не устроили там кузькину мать В принципе огневой мощи у нас хватает Поэтому я думаю, что проблем с ними сейчас не будет Остался последний Остальных привалили Но этого, я думаю, мы сейчас тоже привалим без проблем Вот так вот разобрались с налетиком Даже непонятно, кто с кем разобрался На самом деле расхитители порешали за нас Все наши проблемы с диверсантами А мы потом добили оставшихся недобитыми расхитителей Давайте продолжим работать с нашей обороной Для начала сделаем здесь амбразурки Ну, точнее, двери поставим А потом уже к ним пристроим амбразуру Это будет наша северная опорная точка обороны А так как амбразур у нас пока еще нет Неизученные Закроем двери пока бойницами Хотя бы то, что есть Все лучше, чем ничего Прилетел к нам очередной убогий торговец Ну, ему мы можем загнать всяческие ненужные нам ткани Шкуры всяких йорков там Ну, в общем, то, что нам, в принципе, не особо-то и нужно Так, все вот это мы продаем Так, так, так Ну, особенно то, что по мелочи То есть то, что мы применить не можем особо Или же то, что заведомо не дает нормальных бонусов К защите от холода Ну, естественно, всякие кожи человека По определению все тоже продаются Все, заканчиваем покупки Нам бы, конечно, торговцы едой Чтобы закупиться нормальным хавчиком и не париться Так, второй торговец у нас тоже тут есть Но у него, похоже, тоже ничего интересного для нас нету Ну, вот единственное, что можно прикупить немножко медицины В торговле мы разобрались И у нас есть некоторые проблемы со здоровьем у нашего пацифиста У нее нету носа А у нас на складе есть искусственный Давайте мы ей заменим нос Так В чем проблема Вот, оперировать Поставим ей искусственный нос Это, конечно, не самая лучшая вещь Но хотя бы что-то С дыркой-то, наверное, вообще ходить не очень прикольно Теперь наш пацифист похож на Майкла Джексона Главное, чтобы у него тоже нос не отвалился, как у Майкла С операцией мы разобрались И теперь давайте замастим наш склад для еды Тоже плиточкой, чтобы там можно было побыстрее ходить И хоть какие-то плюсы к настроению были за счет внешнего вида комнаты А то она завалена человеческим мясом Туда же трупы сваливают Я думаю, что нашему пацифисту не очень нравится там работать поваром Не было печали У нас товарищ подхватил инфекцию Теперь надо поставить какую-то медицинскую кровать Я думаю, что из шкуры снорка Других вариантов у нас нету Оно дает хоть какой-то иммунитет Потому что иначе у нас Грегори скопытится А медицинскую кровать из меди мы построить не можем И тем более из пластика мы не можем построить Потому что у нас банально нет ни меди, ни пластика Точнее, медь-то есть, но технологии еще нет Так, давайте быстренько построим Точнее, он сам себе построит И уляжется получать иммунитет Вообще, конечно, еще антибиотики для этого дела неплохо Штучки три сразу закушать И будет все хорошо Но будем надеяться, что и так он как-нибудь вылечится Но это очень напряженно Да, пока набор иммунитета идет довольно медленно Но и уровень, в принципе, заболевания пока легкий Посмотрим, что из этого выйдет Вообще, грипп вещь очень опасная И без хорошей кровати шансы выжить Даже с хорошим доктором очень небольшие Но будем надеяться, что у нас Грегори все-таки не скопытится Потому что потерять хорошего строителя Это печалька совсем А он у нас еще и шахтер до кучи В общем, будет совсем плохо Прошло уже несколько дней Уже иммунитет у нас 92 Форма еще легкая Так что я надеюсь, что он все-таки выживет И все будет у нас хорошо с нашим строителем Но посмотрим В самый последний момент уже много раз умирали Поселенцы на 99% Вообще обидно Но заболевание заболеванием А надо нам выставить, наверное, все-таки исследование новое А то мы ничем сейчас не занимались И я думаю, что надо выучить фунгопонику Правда, конечно, до нее еще нам далеко Потому что у нас температура воздуха здесь Немножечко холодная 99% и форма тяжелая Все, он выработал иммунитет Слава Богу, нас пронесло Снорк выручил нас своей шкурой И буквально спас нашего строителя Потому что мы сделали из него кровать Ну, в смысле из снорка Грегори сейчас оклемается И наконец-то приступит к работам Потому что их у него очень много накопилось Там вон полы И надо оборонительную линию строить нормальную Так что мы все очень ждем его поправки Давайте добавим еще торговый маяк Вот в нашу мастерскую металлическую Чтобы продавать не только ткани Но и там металлы иногда может быть В общем, лишним не будет Надо вообще, в принципе, всю базу покрыть маяками Чтобы четко понимать, что мы можем продать Когда открывается экран торговли И Грегори наконец-то оклемался от своего гриппа И пошел строить Это замечательно Так, что у нас тут Фунгопонику мы изучаем Но я думаю, нам надо изучить Второй уровень обороны Чтобы строить нормальные амбразуры А не больницы Это сейчас, наверное, все-таки актуальнее Также давайте подредактируем нашу зону база Немножко ее расширим Чтобы ее можно было выдать В принципе, всем нашим колонистам Чтобы они больше никуда не шлялись далеко А работали исключительно в этой зоне Рядом с базой Вот как-то, наверное, вот так И выставить всем ребятам эту зону Наконец-то к нам прибыл хоть какой-то торговец Мы тут у него сейчас кое-что чуть-чуть прикупим Кое-что продадим Давайте вот риса еще купим В общем так, по мелочи Для вкусной еды только риса купили Чтобы можно было сейчас построить Точнее сделать вкусные блюда И хоть как-то дебаф от каннибализма уменьшить И давайте еще поставим ремонтный станок Наконец-то Я тут, конечно, яростно туплю И собираю его не пойми из чего Только несколько позже Уже когда это видео было отснято Я для себя открыл Что все-таки материалы очень сильно влияют На скорость производства И теперь я делаю Либо с чугуна, либо с алюминия все станки И не обламываюсь Потому что скорость, конечно, намного быстрее А вот здесь я еще делал из стали Из меди и из прочего гуна И на этом мы будем завершать нашу серию В принципе в ней опять ничего такого не случилось Парочка там рейдов каких-то Самое, наверное, опасное для нас Это было заболевание Грегори гриппом Но его мы пережили И все с нами окей Но чем дальше, тем рейдов будет больше И в дальнейшем нам надо будет строить нормальную оборону Продлевать ее на юг Ну, вниз для некоторых Вот Этим мы будем заниматься в следующих сериях Ну, а если вам понравилась эта серия То ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на канал Обязательно подписывайтесь в группе ВКонтакте Там я выкладываю анонсы на свои стримы На которых тоже буду рад всех видеть Ну, а с вами был Гриня Всего доброго И всем пока До новых встреч!